Здравствуйте! Отгримели новогодние праздники, которые многим из нас невозможно представить без разнообразного стола с оригинальными блюдами. Но порой из-за стола мы встаем с сожалением, что позволили себе расслабиться. На самом деле, последствий от переедания гораздо больше, и все они проявляются далеко не сразу. Культура питания и особенности питания на севере. Об этом пойдет разговор с диетологом-специалистом в области питания Галиной Деоксевой, профессором Института гигиены и медицинской экологии, директором НИИ полярной медицины СГМУ, доктором медицинских наук. Здравствуйте, Галина Николаевна! Здравствуйте! Ну вот новогодние каникулы многие из нас проводили за застольем, за обильным застольем, за чрезмерным употреблением еды, питья. Только вот как-то тяжело у нас прививается культура питания, согласны? Вообще, культура питания – это ведь широкое понятие. И сюда входят и устои, и традиции питания, и само застолье, и этикет, и так далее. Это широкое понятие. Но все мы люди разные, с разным обменом веществ, с различными традициями в питании. И поэтому не секрет, что русская кухня отличается от другой кухни. И поэтому надо придерживаться того, что свойственно и преемственно из поколения в поколение для наших северян особенно. Да. А в чем особенности питания жителей севера как раз? Вот они ведь отличаются от юга, от средней полосы, да? Или это все-таки связано с климатом? А сейчас у нас такие перемены в климате, что, может, уже и вообще стерлись эти границы? Это вопрос очень важный, потому что действительно климат должен учитываться в традиционном питании. Условия жизни на севере особые. Я не могу сказать сейчас, что это важный фактор климатический, такой как холод. Но ведь помимо холода это сильные ветра, это и перепады барометрического давления, это и длительное все-таки по продолжительности зимний период длительный. А для того, чтобы соблюсти и обеспечить полностью обменные процессы в организме для своей жизнедеятельности, необходимо одеваться. Надо обеспечивать температурный режим организма. А поэтому люди одеваются, люди больше тратят энергии на свой труд, на обеспечение и так далее. И все обменные процессы также перестраиваются. Не секрет, что одетому человеку гораздо больше приходится тратить энергии. Это все учитывается. Ну и в связи с этим перестраиваются все системы и органы у человека. Это и дыхательная система, и сердечно-сосудистая. Это и система эритрона. Ну и, конечно, иммунитет, и иммунная система, что, безусловно, сказывается на утрате такой защитной функции организма. То есть мы все-таки отличаемся от жителей юга и средней полосы. Да, безусловно. Еще Лев Евгеньевич Панин охарактеризовал метаболизм у северян как полярный тип. Что это значит? Это то, что доля углеводистой пищи у нас снижена по отношению к европейской части или среднеширотной. Больше выступают жировые компоненты, белковые компоненты. А отсюда и свои особенности. Ведь это повышает и колораж. Надо сказать, что основной обмен у нас выше на 2% у северян, чем у средней широтных, в средней широте. Но не только в колораже ведь дело. Здесь надо и соблюсти соотношение белков, жиров, углеводов. Это требуется больше витаминов, особый баланс микро- и макроэлементов. Это особое питание. Надо сказать, что наши люди, которые давно осваивают север и коренное население севера, оно приспособилось. Соответственно, и труд, и питание, оно взаимосвязано. Отсюда и традиционное питание северян имеется. А в чем мы ущербны, когда мы живем на севере? Вообще ведь об этом очень мало говорят, что наше питание должно отличаться, что у нас немножечко отличаются обменные процессы. Почему-то об этом мало так говорится. Дело все в том, что здесь, на севере Иране, ведь пища состоялась из тех компонентов, которые легко добыть в этих условиях. Это животного происхождения пища прежде всего. Мало углеводов, мало фруктов. Овощи тоже были меньше задействованы в рационе питания северян. Сегодня, конечно же, мы имеем особенности такого характера, как выбора большого ассортимента на прилавках наших магазинов. Но надо придерживаться тем устоем, что все-таки у северян есть свои ферментативные особенности, которые привычны для усвоения той пищи, которая привычна для северян. Это действительно пища животного происхождения, особенно рыбы. Не просто такие красивые слова, медицинские изощрения. А это действительно все связано с жизнью. Безусловно. Но надо сказать, что в целом питание складывается из нескольких компонентов. Прежде всего, это основной обмен. Надо обеспечить жизнедеятельность организма, как говорится, в покое. Но для детей и подростков это еще и пластические функции. Далее мы говорим о том, что необходимо еще энергетический баланс соблюсти в неспецифическом динамическом действии пищи. Мы тоже на это должны акцентировать внимание. Чем более грубее пища, тем мы больше тратим калории. И вторая составляющая, дополняется третий, может, даже очень важный. Это те энергетические затраты, которые человек утрачивает во время труда. Ведь труд на севере — это особый труд, который действительно более значим, чем по количественному энергетическому балансу, чем в средней полосе. И культуру питания мы должны прививать с детства. Казалось бы, в раннем возрасте всему этому должны научиться. А почему-то должного внимания все равно не уделяется. Культура питания прививается с детства, безусловно, и начинать надо с самих себя. То есть мы говорим, как питаются в семье. Если в семье есть культура приема пищи, есть свой режим питания, свои традиции, собираться вместе за одним столом, говорить приятного аппетита, порой действительно наши дети даже учат нас, как правильно питаться. Ведь это мы учат и в детских, и в школьных учреждениях. И в школах, когда ребенок приходит из детского сада, и он свои привычки из детского сада переносит и в дом, и говорит, давайте сначала подождите, принимать пищу, давайте скажем, приятного аппетита. Ведь раньше не случайно читали молитвы перед приемом пищи. Это ведь тоже своего рода приготовление к приему пищи. И именно вот красиво приготовленный стол, красивая закуска, приятный запах и так далее, это все способствует выделению слюны, то есть фермента, который способствует лучшему усвоению пищи. А мы это забываем. Конечно, мы бы хотели, чтобы наши дети и в школах, и в детских и дошкольных учреждениях имели качественную пищу. И красивый стол, и красивую посуду не бьющуюся, которая действительно бы формировала качество питания, его усвоение. Я думаю, что проблема есть. Вы часто проводите какие-то исследования, как у нас питаются и в школах, и в детских садах. Вот чего не хватает? Вы бы изменили рацион питания детей? Надо сказать, что наши дети, конечно, отходят от традиционного питания. Если ранее основным продуктом питания для северян была рыба, то теперь редко дети едят рыбу. А надо? Ара, а надо. Рыба – это основной компонент северной пищи. Причем приоритет стоит за сортами жирной рыбы. Это та, которая дает нам хосфолипиды для строения мембран клеток, особенно для детского и подросткового возраста. Это очень важно. Но, однако, мы рыбы едим мало, особенно наши дети. Молочные продукты. Дети неохотно едят. А как приучить? Прежде всего, я говорю, что надо, чтобы и родители вступали в этот процесс. Если будут правильно питаться родители, то будут брать примеры их дети. Ну и, конечно же, образовательные учреждения. Сейчас надо сказать, что в школах все-таки проводят такие лекции, беседы и даже уроки, которые способствуют правильному восприятию вот этого культурного образа жизни в плане приема пищи. Это очень важно и хорошо. Я думаю, что это большой такой положительный момент для наших детей и подростков. Вот мало солнца на севере, мало витаминов, да, иммунитет у нас понижен. Здесь как восполнить? Да, север отличается, конечно, по ультрафиолету. И, безусловно, иммунитет снижается. За иммунитет отвечает прежде всего витамин С. И мы должны сказать, что витамин С находится в больших количествах в наших северных ягодах, которые и раньше использовали северяне. Это и мороженое, это и те фрукты, те овощи, которые свойственны для северян. Прежде всего, это капуста. Капуста, морковь. Ну, морковь больше содержит каротинов. Но говоря о витамине С, то свежая капуста содержит где-то в пределах 36 миллиграмм. Не бояться есть капусту. Да, капуста – это основной северный продукт из овощных таких культур. И квашеную капусту ранее заготавливали на всю зиму. Квашеная капуста являлась основным источником витамина С зимой для северян. Примерно 20 миллиграмм в 100 граммах квашеной капусты они обеспечивают при ежедневном приеме капусты квашеной необходимую долю витамина С. Но надо сказать, что на севере витамина С требуется больше. Если в средней полосе примерно 80 миллиграмм суточная потребность, то на севере примерно 40% больше, до 120 миллиграмм необходимо в сутки. Поэтому одной капустой не обойтись. Но у нас очень хорошая северная ягода такая, как шиповник. И в сушеном шиповнике до полутора тысяч миллиграмм. Заваривать советуете? Конечно, это делать отвары. Очень хороший вместо чая напиток зимний. И вполне достаточно одной столовой ложки, чтобы заварить этот шиповник. А вот экстраты, кстати, спрашиваю. Да, но ведь надо смотреть. Ведь та промышленность, которая выпускает вот эти сиропы шиповника, часто они идут в стеклянной бутылочках или в таре, которая дает снижение содержания витамина С. Витамин С разрушается и на свету, разрушается в присутствии кислорода и так далее. То есть он уязвим в этом отношении. Поэтому, конечно, лучше сушеный шиповник заваривать самим. Заготавливать его очень просто и очень хороший подспорт. Ну и надо сказать, что смородина, которая имеет тоже большое содержание, до 300 миллиграмм в 100 граммах, протертая смородина к столу зимой как раз к старту. Да, вот вы все-таки давно занимаетесь этой темой. У нас существует какой-то прогресс в культуре питания, в здоровом питании? Стремится уже? Может быть, молодежь уже, дети как-то начинают понимать это? Я думаю, что да. Мы видим, что и школьники, и дети даже в детском дошкольном учреждении уже понимают, что... Что вредно, что полезно. Да, им также и воспитатели, и учителя, и во всяком случае, такая информация идет отовсюду. И сейчас очень много программ телевизионных, много брошюр, действительно, с теми рекомендациями, которые необходимо учитывать для правильного питания, для того, чтобы человек был здоров в любых условиях, где он оказывается. Ну, надо, наверное, коснуться и питания пожилых людей на Севере. Здесь, наверное, тоже есть свои особенности. Да, конечно. Потому что с возрастом мы утрачиваем энергетическую составляющую. Поэтому здесь надо переходить уже на меньший колораж, на более частые приемы пищи. Вместо трех-четырехразового питания перейти на четырех-пятиразовое питание. Конечно, больше употреблять в пищу такие готовые блюда, которые проходят простую обработку, варку или тушение. Ну, отказаться от более острой пищи или жареного, копченого. Вот это лучше для пожилого возраста. И, конечно, коснемся темы север и вегетарианства. Это прием мяса на Севере. Нужно ли и можно ли от него вообще отказаться? Из какого возраста? Вегетарианство – это ведь особый вид культуры питания. Но если говорить о Севере, да и вообще о человеке, он же, по сути дела, непостоянный. Поэтому не то, что он не должен питаться только растительной пищей. Особенно дети и подростки. Из чего строятся клетки? Это же животные, белки. Белки же есть в других еще источниках. А животные должны быть животного происхождения, и жиры в том числе. Поэтому особо важно детям не быть вегетарианцами. А вот в пожилом возрасте, конечно, уже можно перейти на растительную пищу. Это особый стиль людей, которых уже… Ведь сразу перейти тоже на вегетарианство нельзя. Поэтому здесь надо свои особенности знать, обменные процессы. И это нужно только с диетологами конкретно уже решать вопросы о качестве питания, подходя или переходя на вегетарианскую пищу. Детям категорически не стоит. Или можно даже сказать, что запрещается вот этот вид питания. Понятно. Вот сейчас были новогодние каникулы, будут затем еще время для путешествий. А путешествия – это всегда другая культура, другая страна, другая культура питания. Вот эти экзотические… экзотическая пища, которая нам не свойственна. Вот как вы к этому относитесь, к употреблению? Очень много, да, страдают? Конечно. Желудочные заболевания. Любой переход с одной пищи, даже если воду взять, с одной воды, перейти на другую, тоже сказывается на желудочно-кишечном тракте. Если мы говорим о переездах, то, конечно, выбирая то место, где будет отдых, лучше стараться с тем отелем или с местом отдыха согласовывать, чтобы была русская кухня. Или та, свойственная тому человеку, который привык к тому питанию, которое он имеет постоянно. В южных странах принята больше острая пища. Острая пища, она раздражает слизистую, во-первых. Ну, а горечи, все горечи, ведь принимаются не случайно на югах, потому что там тёплый климат. Это и защита от гельминтозов. Поэтому, с одной стороны, конечно, защита нужна. То есть, все приправы острые, да? Да, вот поэтому тут надо смотреть и, с другой стороны, о безопасности. Мы мало говорим о безопасности пищи, поэтому надо смотреть на эту сторону. То есть, обезопасить себя. Восточная мудрость говорит, пейте кислое молоко и проживете долго. Вы разделяете это в философии? Конечно, кисло-молочные продукты, они всегда были в приоритете в любом возрасте. Поэтому это действительно я поддерживаю. Ну, и соль, сахар, такой уже шаблоном стали, это наша белая смерть, да? Это так? Такое, знаете, понятие очень расхожее, что ли. И соль, и сахар необходимы организму. Соль, это наилучшая приправа к любым блюдам, которые не вызывают каких-то побочных явлений. Но все должно быть в меру. Мы где-то до 5-7 грамм в сутки можем употреблять соли без последствий на какую-то патологию. Ну, чтобы не развелась какая-то патология. Поэтому соль улучшает ведь качество пищи, дает аппетит, повышает аппетит. То есть, да и сама соль как минералы, она необходима. Но надо понимать, что соль разная бывает. Особенно мы сейчас в магазинах видим часто морскую соль. Полезно остать? Да, морская соль, она ведь тоже разная бывает. Поэтому надо и смотреть. Разные моря, разные составы солей. Отсюда и вкусовые качества тоже разные. И надо отметить, что сейчас есть еще морские соли, в которые включены и добавки, такие как, допустим, водоросли или зелень, петрушка. Посоветуете такие соль? Да, конечно. Они изменяют вкусовые качества и улучшают пищеварение. То есть, это полезно. А сахар? Сахар... Можно обойтись без сахара, кстати? В принципе, как сахар рафинад, организму опыта ведь и не нужен. Но многие продукты питания уже содержат сахар. Вообще, сахар как рафинад, человек узнал где-то 100-150 лет назад. Но наш человек, среднероссийская, вот такая статистика показывает, что где-то до 100 грамм примерно сахара съедает человек за неделю. Это, конечно, много. Где-то мы говорим о 30-35 граммах. Но ведь можно отказаться от этого, потому что многие напитки уже содержат сахар. Ну, нельзя отказывать детям в конфетах. Мы когда говорим образом, что нельзя есть сахар, так тоже нельзя. Все можно, но только в пределах доступного. Но и в пределах должных, не превышающих физиологические нормы потребления сахара. Поэтому детям для развития центральной нервной системы нужен сахар. Поэтому баловать конфетами надо. Но вот чтобы этот колораж обязательно вошел в суточную потребность, а не сверху был, тогда нет проблем. Ну и, наверное, в конце разговора сформулируйте, пожалуйста, правила питания именно вот у нас на Севере. Ну, прежде всего, конечно, надо соблюдать режим питания. Это трех-четырехразовое питание. Дальше надо сказать о том, что из-за стола надо выходить... Это старая пословица. Да, еще раз напомню. Выходить с чувством легкого голода. И еще надо сказать о том, что надо пить побольше воды. Вот все-таки на юге пьют больше воды. В средней полосе больше воды. Мы употребляем... Именно воды, а не жидкости, да. Воды. И пить воду надо 2-3 литра, чтобы в сутки было для взрослого человека. Мы, конечно, привыкли к киселики, морсики. Но лучше все-таки употреблять воду. И не во время приема пищи, а между приемами пищи. То есть воду не надо игнорировать. Она должна быть. Ну, еще хочу сказать о том, что здесь хорошо бы есть чеснок. Чеснок. Одна-две головки чеснока в сутки. Лучше его мелко измельченного, но проглатывать сразу, запивая водой, чтобы не было и запаха неприятного. Это очень хороший природный антибиотик, который позволит сохранить нужную микрофлору в желудочно-кишечном тракте. И он очень полезен, конечно. Что еще можно сказать о том, чтобы сохранить здоровье? Надо есть для северян рыбу. Рыба, рыба и рыба. Это наше северное блюдо. Спасибо. И в конце небольшой блиц. Ваше фирменное блюдо. Рыба? Рыба. Какая? Селедка под шубой. Вот как. Селедка под шубой. Она и обладает вкусовыми качествами. Там есть и присутствуют и овощные компоненты. То есть она разнообразное блюдо. Конечно, здесь есть небольшой момент отрицательный. Это майонез. Но майонез легко заменить на какое-либо масло, растительное масло, особенно оливковое масло, которое сгладит вот эти... И на Новый год у вас обязательно была селедка под шубой? А кухню какой страны предпочитаете? Конечно, русская кухня. Все-таки русские люди, поморы. Поэтому нам ближе северная кухня. Я помню, что меня в детстве все называли Ахархангельская трескоедка. То есть вот рыба на севере – это наша традиционная пища. И от нее не надо отказываться. Спасибо большое. Вам здоровья. И спасибо за интересную беседу. В прямом эфире была Галина Деоксева, профессор Института гигиены и медицинской экологии, директор НИИ полярной медицины СГМУ, доктор медицинских наук. И в заключении напомню слова персидского философа Амара Хаяма. Лучше вовсе не есть ничего, чем есть что попало. Лучше быть в одиночестве, чем с кем попало дружить. Вот такие дела. До свидания.